Каталог сочинений В сегодняшней передаче прозвучат записи этих симфоний, предоставленные московским коллекционерам грамм-пластинок Александром Павловичем Лебедевым. Время между сентябрем 1762 и ноябрем 1766 года семейство Моцартов провело в путешествиях по городам Европы, где Леопольд Моцарт стремился продемонстрировать музыкальные способности своих детей, Марии Анны и особенно Вольфганга, на которого он возлагал большие надежды. После успешных поездок в Мюнхен, Вену и Пресбург, Моцарты 9 апреля 1763 года отправились в большое трехлетнее путешествие, посетив ряд немецких городов, а также Бельгию, Францию, Англию, Голландию и Швейцарию. Поражая публику своим гениальным дарованием, маленький виртуоз Вольфганг попутно постигал сложную науку композиции, усваивая стили различных композиторских школ и преломляя их в своих детских сочинениях. 22 апреля 1764 года Моцарты прибыли в Лондон, где Вольфганг познакомился с музыкой живших в то время в Англии Карла Фридриха Абеля, ученика Иоганна Себастьяна Баха, а также младшего сына Великого Баха Иоганна Кристиана, прозванного Лондонским Бахом. Симфонии, сонаты и концерты Иоганна Кристиана Баха с их жизнерадостностью и изяществом, мелодическим богатством и стройностью формы оказали огромное воздействие на инструментальную музыку Вольфганга. Он создал в Лондоне ряд камерных произведений, а также свои первые симфонии. Возвращаясь с одного из концертов, Леопольд Моцарт простудился и заболел, и в начале августа 1764 года вся семья отправилась на семинедельный отдых в Челси. Чтобы не беспокоить отца, Вольфгангу было запрещено играть на клавире, и поэтому он занялся сочинением симфоний. В конце 1764-го, начале 1765-го годов, он написал несколько произведений, которые, очевидно, исполнялись в лондонских концертах 21 февраля и 13 мая 1765-го года. Ранее возникшими в Лондоне считались четыре симфонии, помещенные под первыми номерами в старое полное собрание сочинений Моцарта. Однако это оказалось верным только по отношению к симфониям номер 1, Кёхель-16 и номер 4, Кёхель-19. Установлено, что симфония номер 2, Кёхель-17, по стилевым признакам, не может принадлежать Моцарту, а симфония номер 3, Кёхель-18, написана в действительности Карлом Фридрихом Абелем. В рукописном каталоге лейпцигских нотоиздателей Брайткопфа и Хертеля, относящимся к прошлому веку, сохранились начальные такты еще трех симфоний Моцарта – ля минор, фа мажор и до мажор. Они помещены Альфредом Эйнштейном в основной раздел каталога Кёхеля под номерами 16а, 19а и 19b. Предполагается, что эти симфонии также возникли в Лондоне. До недавнего времени они считались утерянными, но первые две из них были обнаружены. О симфонии фа мажор Кёхель-19а, помимо упоминания в издательском каталоге, было также известно по начальным тактам партии первых скрипок, записанных Леопольдом Моцартом вместе с переписанными им инструментальными партиями симфонии номер 4. Очевидно, оба сочинения возникли одновременно. В 1980 году в Мюнхене были найдены полные копии оркестровых партий симфонии фа мажор, сделанные рукой Леопольда Моцарта. Имеющиеся сведения позволяют с уверенностью заявлять о принадлежности симфонии Перу Вольфганга Моцарта. Об этом свидетельствует и ее музыка, близкая двум известным ранее лондонским симфониям маленького композитора. Произведение написано для небольшого оркестра, включающего струны, два гобоя, два фагота и две волторны. Круг образов и тематизм симфонии фа мажор близки произведениям Иоганна Кристиана Баха. В музыке господствует светлая жизнерадостность, цикл включает три миниатюрные части, шумная праздничная аллегра Асайи, изящная и грациозная анданте и танцевальная преста в лаконичной сонатной форме. Несмотря на некоторую наивность, свидетельствующую о юном возрасте композитора, симфония обнаруживает поразительные для девятилетнего мальчика зрелость и мастерство. Сочинения отличают мелодическое свежесть и красота, яркость оркестрового звучания, органичность драматургии. Обращают на себя внимание полифонические эпизоды в первой части, тонкость, прозрачность письма во второй, красочные темброво-гармонические эффекты в финале. Симфонию фа мажор исполнит симфонический оркестр города Оденсе, один из лучших музыкальных коллективов Дании, неоднократно выступавших и за рубежом, в том числе в СССР. Дирижер Тамош Ветя. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кёхель 16А – произведение более необычное и оригинальное. Сведения о ней сохранились в уже упоминавшемся издательском каталоге Брайткоффа и Хертеля, где были помещены начальные четыре такта партии первых скрипок. В начале 1982 года архивариус Гуннар Тюгесен обнаружил рукописную копию симфонии в датском городе Оденсе. Известно, что в 1793 году музыкальное общество этого города приобрело и, очевидно, исполнило симфонию Синьора Моцарта. После этого копия считалась исчезнувшей. Открытие произведения вызвало сенсацию. Дело в том, что до сих пор были известны только две минорные симфонии Моцарта, обе в соль миноре – 25-я, Кёхель 183 и знаменитая 40-я, Кёхель 550, принадлежащие к вершинам моцартовского симфонизма юношеского и зрелого. Находка детской минорной симфонии открывает новую важную веху в эволюции Моцарта-симфониста. Как и другие симфонии, сочиненные в Лондоне, симфония ля-минор написана для маленького оркестра, аналогичного по составу симфонии фа-мажор, и представляет собой трехчастный цикл, включающий аллегро-модерата и андантино в сонатной структуре и аллегро-модерата в форме ронда. Однако, по образному содержанию, произведение резко отличается как от своих современников в жанре симфонии, так и от подавляющего большинства детских сочинений Моцарта. Первая часть сразу же захватывает своей напряженной драматической патетикой, лишь в резко контрастной побочной теме уступающей место лирике. В финале драматизм образует несколько причудливое, но вполне органичное сочетание с жанрово-бытовым началом. И лишь ля-мажорная медленная часть с ее светлой задушевностью в целом не отличается от моцартовских симфонических анданты того периода. Удивительные яркость и экспрессия сочетаются в музыке симфонии с любопытным взаимодействием многих различных композиторских стилей. Это естественно для творения гениально одаренного мальчика, жадно впитывавшего все новые музыкальные впечатления, как в родном Зальцбурге, так и во время путешествия по Европе. Но здесь палитра этих впечатлений, пожалуй, многообразней, чем в других сочинениях юного Моцарта. Само обращение Вольфгенга к минорной симфонии могло быть обусловлено знакомством с некоторыми произведениями французских симфонистов – Рижеля, Гассека и других, в музыке которых нередки патетические образы, или же симфонии соль минор Иоганна Кристиана Баха, возможно, уже написанной в то время. В первой части симфонии ля минор немало общего с сочинением лондонского Баха. Неожиданное вторжение терпкого жанрового начала в финале напоминает о музыке Леопольда Моцарта и Михаэля Гайдена, младшего брата Йозефа Гайдена, работавшего с 1763 года в Зальцбурге. Своеобразие музыки обусловило некоторую осторожность, проявляемую при окончательном определении симфонии ля минор как детского сочинения Вольфгенга Амадея Моцарта. И, тем не менее, Йенс Петер Ларсен, один из крупнейших исследователей творчества Моцарта и Гайдена, изучив произведение, отметил, что симфония обнаруживает мальчишеский почерк великого композитора и, следовательно, может являться детским сочинением Моцарта. Ныне симфония издается, исполняется и записывается на пластинке, как моцартовское произведение. Чести первым исполнить и записать симфонию ля минор был удостоен музыкальный коллектив города, где обнаружено сочинение. Симфония прозвучит в исполнении симфонического оркестра Оденса, дирижер Тамош Ветя. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok